Все мы были немножко в шоке от появления в Украине так называемого мовного бутсмена. В простонародье, знаете, такой шпрехенфюрер. И вот этот мовный бутсмен выходит на трибуны и рассказывает о том, что теперь она будет на свое усмотрение штрафовать людей, если они разговаривают не на том языке. Кого на 9, кого на 11 тысяч гривен. И это говорится на полном серьезе, при этом параллельно рассказывается, что у нас нет никакой дискриминации. И вообще, кто поднимает языковой вопрос, они, знаете, работают не на государство Украины, потому что дискриминации-то нет, а этим вопросом, понимаешь ли, раскалывают. Как вы можете, в принципе, прокомментировать вот этот беспредел, что происходит, и вообще явление такое, как мовный бутсмен? Я могу комментировать. Ну, прошлый состав Верховной Рады был сплошь рядом усеян с случайными людьми, которые туда попали. Бурбаки, Гаврилюки, Сюмары и прочие непотреб. Они туда попали, потому что они взлетели в Верховную Раду на пене волны такой, революционной. Она их туда занесла. Кто-то там устроился, кто-то не устроился. Но дело в том, что они были законодателями мод принятия законов по разным направлениям, в том числе и в гуманитарной сфере. Если вспомнить 2013 год, вот еще когда действительно был более-менее спокойный, мирный протест людей, что говорили, я помню, как будто это вчера происходило, говорили очень часто следующее. Мы хотим в Европу, никто ваш русский язык не тронет, это вас настраивает там ваша власть злочинная, преступная. В Европе другие ценности, там невозможно такого вообще. Особенно в Эстонии, Литве, Латвии. Вот что мы в итоге получили? Мы получили мовный закон, абсолютно дискриминационный по отношению к другим языкам. В первую очередь к русскому, потому что русских, людей, говорящих на русском языке, гораздо больше в нашей стране, чем на других языках говорящих, которые не являются государственными языками. Омбудсмен, она же говорит не то, что она придумала. Она говорит то, что прописано в ее полномочиях, которые ей дает закон, должность, под которой была суждена. Но мы должны понимать, что это все было слеплено на пене волны перед самым уходом Порошенко. То есть он действовал по принципу, если мне суждено уйти, то я как можно больше постараюсь нагадить, чтобы потом как можно дольше было разгребать. Это и Томас Пресловутый, помните, кого пропихивали, да? Это закон о языке, это другие законы, связанные с попранием. Я даже не беру экономическую сторону. Там вообще, это отдельная тема для разговора. Я беру только гуманитарную сферу. Там, где человек приходит с работы, он уже успокоился, что меньше в холодильнике, чем было год назад, в этот же самый период. Он успокоился или перенервничал, что он в этот период на одни и те же деньги покупает меньше одежды, чем мог купить раньше. Ему нужно больше отдать за коммунальные услуги. Ну вот он хочет просто уже расслабиться, перед сном посмотреть телевизор, послушать какие-то передачи по радио. И он и в этом, получается, испытывает какую-то ущербность. То есть он понимает, что он никому в этой стране не нужен. Экономически его не защищают. Условия ему для того, чтобы он создал бизнес свой, государство не создает. Нет бизнес хорошего климата в нашей стране. Тяжело работать. Значит, социальные гарантии государство не выполняет. Мы социальное государство. Это в Конституции у нас написано. Понимаете? И он вынужден самостоятельно справляться с многими проблемами, где государство должен быть партнером ему в этих проблемах. И он хочет хотя бы немножко побыть наедине с собой, окунувшись в свою атмосферу. И тут нельзя. И тут нельзя, понимаете? Тут слушает только на этом языке. Тут смотрит только вот эти фильмы. Эти артисты к тебе не приедут. Этих певцов тебе нельзя вообще слушать. И получается, что он чувствует себя лишним. Если он имеет возможность, у него есть силы и решимость, он может уехать. А если жизненные обстоятельства складываются так, что уехать не может, родители старые, или дети маленькие, или другие проблемы, он живет в полном понимании, что он попал в какую-то гуманитарную оккупацию. Все его, что было его с детства, чем он гордился, к чему он стремился, что было его какими-то маяками в плане, куда идти, на какой свет, понимаете? Кто герой, кто враг. У него это все отбирают. Причем отбирают люди, которые не заслуживают у него доверия, что они ему дают истинную правду. В основном маргинальные и одиозные персонажи. И он чувствует, что он фактически живет, как будто он чужой, а люди, которые пришли, его силой заставляют делать то, что он не хочет. Это оккупация. Это реальная гуманитарная оккупация. Поэтому русский язык – это просто один из катализаторов, который сильно проявляется. И вот это, понимаете, как мы же его смотрим, мы смеемся. Некоторые люди, которые активно ведут свои страницы в различных социальных сетях, они говорят, а я специально это буду делать, а пусть штрафуют. А я получу штраф, пойду в суд, дойду до европейских судов и наклоню их, и покажу, что они неправы. То есть у людей такой же протест возникает через смех. Уже устали удивляться, уже смеются. Но, а где новая власть? Разве она не говорила о том, что закон дискриминационный, вот этот, мовный закон, говорила? По-моему, даже лично кандидат в президенты Зеленский говорил. Ну, там много что говорили. А почему он его не отменяет? Почему приходит Бородянский, который министр культуры, а он такое же ничтожество, как до него был там Нищук? Я имею в виду ничтожество не в плане человеческом, я его не знаю, мне 300 лет не нужен. А ничтожество в плане того, что нам предлагают ничтожную культурную гуманитарную политику. Которая для меня ничтожна, она мелка для Украины. Украина интернациональное государство. Здесь люди творили, невзирая на то, кто ты, еврей, армянин, украинец, русский, поляк, кто хочешь. Они чувствовали себя частью этого социума, который назывался народ Украины. А теперь у нас украинский народ, а все остальные, получается, лишние. Ну, почему замена двух слов местами? У нас получается, что у нас, когда народ Украины, всем есть место. Когда украинский народ, а это вот уже 28 лет, 29 у нас в стране, у нас место, получается, никому не остается. Продолжение следует... Продолжение следует...